Всем привет, с вами Маха, я вернулась и у меня сегодня видео про новые фигурки, а не видео про Чехию, как я думала это сделать. Вообще, я думала, что следующее видео у меня будет минимум еще через неделю, потому что новинок я как-то не планировала, а тут мне, короче, счастье привалило. Учала я в Чехии в смысле о том, что я хочу какую-нибудь фигурку там купить, но не думала о том, что это произойдет. За три дня до отъезда мне в личку ВКонтакте приходится общение с ссылкой на магазин, я еще раз хочу сказать спасибо за эту ссылку. Короче, магазин Комикс Пойнт я поладила по сайту, ссылочку оставлю вам в описании, если надо. Там, конечно же, много комиксов, но фигурок, мне кажется, было еще больше, и, в общем, я туда сходила. Все эмоции, которые затряснули меня в этом магазине, я просто не передам их словами. Я туда зашла, меня затрясло, как кленовый лист, потому что там было много фигурок, у меня была эйфория, радость, счастье. В общем, все то, что я испытывала, когда ко мне приходили большие посылки из Японии, только это все умножалось еще на два. Ну, в смысле, мои эмоции умножались на два. В этом магазине было мало аниме-фигурок, только две, которые мне встретились. Это ту, которую я купила, еще там был Жан серии Рах. Он великолепный, и сейчас она хотела еще больше себе Леви Рах и Эрона Рах. Первое, что я хочу вам показать, так это вот этого. Это опять фигурка серии Поп Гейнс, вроде бы как еще Функа это все называют. В общем, это на этот раз опять была Анька. Я их схватила даже не задумываясь, потому что фигурки этой серии мало того, что ты фиг где найдешь, так еще она была и достаточно дешевой. Там, кстати, много было фигурок этой серии Поп Гейнс, это было очень клево. Пока что в Ассасинов я играла мало, я прошла только первую-вторую часть Братства, и немножечко поиграла за Эвелину, это было вообще вот давно. Из этого я хотела взять все-таки персонажа, который мне знаком, за которого я играла. То есть это Эдсо, Аль Таир или же Эвелина. Я практически носилась по всему магазину в поисках этих фигурок, а их не было. Но я не отчаиваюсь, я купила ЮАР. Коробка, кстати, огромная. Я до сих пор не понимаю, как так вышло, что я его протащила из Чехии в Россию. В общем, это Ассасин из фильма Кредо-убийца, пока что я этот фильм не смотрела, но раз уж он у меня появился, ну, в смысле, фигурка, значит, я его уже теперь просто обязана посмотреть и посмотрю в ближайшее время. Еще я объявляю охоту на Марию, потому что эту фигурку можно поставить рядышком, они так с подставками вот соединятся. Будет очень клево, как-то раз я так соединила уже Эррона и Леви. Какую-то там Марию я, типа, не могу найти, а это сейчас. Я думала над тем, что мне понравилось еще две фигурки, и как бы я могу совершенно спокойно уехать и не взять их. Но, с другой стороны, я понимала то, что я буду думать про эту вещь, и, типа, какого фига я их не взяла. Я вернулась. Я не играла в Fallout 4, но уж больно мне он понравился, тем более он вот мелкий. Вот. Ну, это прикольно. В общем, не будем долго останавливаться на этой фигурке, перейдем к следующей, ради которой я все-таки вернулась. Это Конор. Это моя первая подвижная фигурка такой серии. До этого у меня были только Фигмы и Бандай. И вот это вот что-то новенькое для меня прям. Я уже нашла плюсы-минусы этой фигурки, так что совсем скоро я запилю обзор на него. Агилар вообще стоял без коробки на витрине, и они эту коробку искали. Короче, это все мои новые фигурки, совсем скоро будут обзоры на них. А так, всем огромное спасибо за просмотр, с вами была Маха. Можете подписаться, поставить лайк или жить в лайк. Всем пока!